Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Хотим сразу поблагодарить вас за интерес, проявленный к нашему мероприятию, за уделенное время. Тему нашего вебинара вы видите на экране. Также на экране вы видите наши координаты, то есть электронная почта, телефон и адрес сайта. Если у вас возникнут или возникли уже какие-то вопросы по теме нашего вебинара, мы будем очень рады, если вы зададите свой вопрос любым удобным для вас способом. Соответственно, у нас в этом случае будет больше времени на более подробный ответ, уже именно применительно к вашей ситуации. Веду вебинар. Я консультант-аналитик Один из Гардышева Галина. И смотреть мы с вами сегодня будем информацию таким образом. То есть нормативные документы мы будем смотреть с вами на слайдах. И параллельно с этим мы будем переключаться на демо-версию. Сейчас я туда переключусь. И, соответственно, я буду показывать то, о чем мы говорим, уже, так сказать, на живом примере. Снова вернемся в наши слайды. Итак, программа вебинара у нас сегодня включает изменения, которые внесены законом 237 ФЗ, который датирован 14 июля 22 года, извините, опечатка, и который с 1 января 23 года во многом поменяет порядок уплаты страховых взносов и предоставления персонифицированной отчетности. Связано это с тем, что будет произведено слияние фондов, то есть пенсионный фонд и фонд социального страхования будут объединены. Соответственно, это затронет и формы отчетности, и сроки ее предоставления. Также будут затронуты штрафы, которые будут вызваны, допустим, непредоставлением или неполным предоставлением, или предоставлением с ошибками данных. Ну и, естественно, мы посмотрим, как это отражено в ЕРП, что по этому поводу планируется, и как это можно посмотреть, где и как. Итак, в связи с тем, что запланировано объединение фондов, как я уже сказала, объединенный фонд будет называться Фонд пенсионного и социального развития с 2023 года. Действующие в настоящее время в форме персонифицированной отчетности будут отменены, то есть прекратят свое существование. Отчетность будет предоставляться в новый фонд и по единой форме, за исключением некоторых сведений, которые нужно будет подавать в налоговую. Отменятся четыре формы, которые мы сдаем сейчас, то есть четыре ФСС, СЗВ-стаж, СЗВ-ТД и ДСВ-3. Будет сдаваться единый отчет в объединенный фонд пенсионного и социального страхования. СЗВ будет отменено. Но вместо всех этих форм вводится новый отчет, который нужно будет подавать ежемесячно в налоговую инспекцию. Это будут персонифицированные сведения о выплатах работников. Сведения ФНС само передаст в новый фонд, чтобы фонд мог отслеживать работающих пенсионеров, но так же, как и прежде до этого. И кроме этого останется квартальный РСВ, который нужно будет подавать в налоговую инспекцию. Какие изменения будут произведены? Всего их можно разделить на три группы. Первое изменение. Вы видите табличку, как это у нас сейчас происходит и как будет с 1 января. То есть формы СЗВ-М будут подаваться ежемесячно, не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом месяца. Это, точнее, сейчас у нас так действует. СЗВ-стаж, как у нас сейчас, подается, вы видите. В принципе, то, что вам уже хорошо знакомо, подается ежегодно. ДСВ-3 не позднее 20 дней со дня окончания квартала, в течение которого выплаты производились на накопительную пенсию взнос работодателя. СЗВ-ТД не позднее 15 числа сдается. ФСС ежеквартально не позднее 20 числа. Это если вы подаете в бумажном виде или 25-го, если вы подаете в электронном формате. И расчет по страховым взносам РСВ подается ежеквартально не позднее 30 числа. Что у нас будет? Будет единая форма сведений в фонд, за исключением сведений, которые мы подаем в налоговую. И здесь будет для разных сведений разные сроки предоставления. Персонифицированные сведения будут подаваться за предшествующий календарный месяц в налоговый орган не позднее 25-го числа каждого месяца. Следующего за истекшим. И расчет по страховым взносам будет также в налоговый орган ежеквартально тоже не позднее 25-го числа. Следующего за расчетным периодом. Вроде бы первоначально все выглядит хорошо и заманчиво, но на самом деле достаточно много подводных камней, как при любых новшествах. Второе изменение. То есть сведения о страховом стаже застрахованных лиц это то, что мы сейчас с вами указываем в СЗВ стаж. По окончании календарного года должно подаваться не позднее 25-го января. В отличие от формы СЗВ стаж, сведения о страховом стаже с 23-го года нужно будет предоставлять только на застрахованных лиц из отдельных категорий. То есть тех, у кого предусмотрена досрочная пенсия. Сведения о трудовой деятельности. То есть это сейчас у нас отчет СЗВ ТД. При его переводе на другое место работы, то есть это имеется в виду, что застрахованное лицо переводится на другую работу. Если такое лицо подает заявление о продолжении ведения страхователем бумажной трудовой книжки, или если застрахованное лицо будет запрашивать у работодателя сведения о трудовой деятельности, то не позднее 25-го числа следующего, за месяцем в котором изданы приказы. Или любой другой документ, который фиксирует данное решение, то есть которое сопровождает оформление перевода на другую постоянную работу, либо, как вы видите, выделено жирным шрифтом днем издания приказа, которое подтверждает оформление или прекращение трудовых отношений. Сведения о заключении или прекращении договора ГПХ, вот это, ну, как бы из серии новшеств, не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения с застрахованным лицом соответствующего договора, или прекращение договора не позднее рабочего дня, следующего за днем его прекращения. Сведения о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию, сейчас это ДСВ-3. Обратите внимание, что если такие взносы были уплачены, то по окончании первого квартала, ну, соответственно, полугодия, девяти месяцев или календарного года, не позднее 25-го числа, следующего за отчетным периодом. И сведения о начисленных страховых взносах на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве. Сейчас это у нас форма 4 ФСС, ежеквартально, не позднее 25-го числа, месяца следующего за отчетным периодом. За отчетные периоды, которые истекли до 1 января 23-го года, если требуются, допустим, какие-то корректировки, то в этом случае нужно сдавать по тем же формам и в том же порядке, что и сейчас. То есть в этом плане у нас ничего не меняется. Единая форма сведений, которые предоставляет страхователь за период с 1 января 23-го года, так же, как и порядок его заполнения, будут утверждены позже. Сейчас они еще не приняты. То есть в этом плане нужно следить за нормативными изменениями. Еще одно новшество, что с 23-го года в обязательном порядке заработает система единого платежа для всех компаний ИИП. В этом случае получается, что будет необходимо сдавать дополнительный отчет, то есть подавать уведомления об исчисленных взносах, об исчисленных суммах налогов и взносов. Этот документ требуется, чтобы налоговики зачли ваш единый платеж в разбивке на налоги, страховые взносы, которые к моменту уплаты еще не включены в отчеты. То есть если вы по ним еще не сдали отчеты. Посмотреть, как налоговики распределили ваш единый платеж, можно будет в личном кабинете, который расположен на сайте ФНС или через операторов ТКС в учетной системе. Срок подачи такого уведомления 25 число месяца, в котором требуется уплатить налоги или взносы. Уведомления можно будет подать в электронном виде, либо если у вас предприятие, которое не обязано по критериям подавать электронную отчетность, то в этом случае уведомление может быть в бумажном формате и налоговая инспекция обязана будет у вас его принять. Сейчас мы с вами переключимся на демо-версию. Я вам сначала покажу слайдик, потом мы перейдем в демо-базу. То есть в ERP у нас предусмотрен достаточно большой блок подраздел 1С-отчетность и расположен он в разделе регламентированный учет. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу и посмотрим это, так сказать, в натуре. Вот у нас регламентированный учет и вот он этот блок. И я хочу немножко поподробнее остановиться вот на этом меню, то есть уведомления, переписка с налоговой, личные кабинеты и акцентировать внимание на нем, потому что многие не очень сейчас еще широко используют, а это на самом деле очень удобный сервис. Обратите внимание, вот здесь у нас видно меню. Такое же меню мы можем войти в журнал отчетности и вот это же меню дублируется, то есть то же самое мы можем для удобства уже прямо из журнала вызывать по необходимости. очень удобно то, что видно состояние, то есть это практически так же, как мы работаем с операторами, то есть ТКС, СБИС, Астрал, ну то есть все операторы электронные, которые передают электронную отчетность. и остановиться я хочу именно на личных кабинетах поподробнее. То есть здесь очень удобно то, что практически обмен с налоговой инспекцией происходит, минуя оператора связи. Здесь не нужно путать, есть на самом деле, ну как бы вот раздел называется 1С отчетность и есть дополнительный сервис 1С отчетность. То есть если вы его еще не применяете, то здесь, в общем-то, ничего принципиально нового нету. Если применяете, то этот сервис позволяет вести обмен с налоговыми органами напрямую, то есть минуя оператора связи. Практически достаточно привычный интерфейс, то же самое вы видите, ну допустим, та же СБИС отчетность, то есть вы видите документ, который отправлен, вы видите статус этого документа, в какую налоговую или в какой фонд отправлено. Ну и соответственно, если есть, то есть если вы его отправили, дата отправки, ну и будет, естественно, изменен статус, если налоговая приняла или не приняла. Письма, это если требуется, например, по запросу налоговой инспекции написать какие-то письма или что-то выяснить, тоже можно напрямую из программы сформировать здесь необходимые, например, оборотно-сальдовые ведомости или какие-то отчеты отправить напрямую в налоговую. Ну, сверки и игрилы здесь все понятно, это традиционный, так сказать, сервис, в нем нет никаких новшеств, а вот личные кабинеты, сейчас мы посмотрим. Хотелось сказать немножко поподробнее, пару слов, но единственный минус, что запускается он не слишком быстро, то есть, как вы видите, личные кабинеты есть практически со всеми фискальными органами, то есть, есть личный кабинет юридического лица, личный кабинет налогоплательщика, в ФСС есть два личных кабинета, то есть, общий личный кабинет и личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности, потому что, как вы знаете, с этого года все больничные у нас в электронном формате, что, в принципе, достаточно удобно, потому что нет необходимости в бумажном обмене, и вы сразу будете видеть информацию, если выписан больничный лист, кому-то из ваших работников, вы сразу будете видеть его здесь. Единственное уточнение, что если у вас еще личный кабинет не открыт, не функционирует, то в некоторых случаях требуется подать в ФСС заявление о том, что вы будете использовать сайт личных кабинетов, ну, то есть, электронный документ оборот. Ну, допустим, вот если мы хотим перейти в личный кабинет налогоплательщика, достаточно просто щелкнуть по этому пункту меню, и мы с вами попадаем на сайт налоговой инспекции, то есть, видите, личный кабинет ИП, налог, ну, то есть, открывается окно, в котором мы можем войти не только по логину и параллелу, но и через госуслуги, через ключ, электронные подписи и так далее. Абсолютно такая же картинка, если мы переходим в личный кабинет юридического лица. Ну, и здесь достаточно много сервисов, которые помогают быстро получить нужную информацию. Сейчас мы снова вернемся в демо-базу. Как вы видите, здесь есть и Росалкогольрегулирование, и природнодзор и так далее. Хочу остановиться на сайте статистики портал статистического декларирования и обратить ваше внимание на то, что к статистике вот в этом году стоит относиться уже более трепетно, потому что с этого года статистика применяет штрафные санкции, которые, в общем-то, достаточно большие. И штрафы там могут достигать 70-100 тысяч на юридическое лицо, ну и, соответственно, на должностных лиц. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам. То есть это вот картинка, как перейти в необходимый раздел, то есть либо в личный кабинет, либо в коммуникационные сервисы и посмотреть состояние расчетов, принято, не принято и так далее. Еще, естественно, поскольку достаточно большая реконструкция и отчетности, и сведений и всего остального, штрафы тоже претерпели изменения. Значит, в связи с этим будут применяться штрафные санкции за отчеты СССР, за незданные, сданные не вовремя, то есть с опозданием или с ошибками. Здесь у нас существует, вот вы видите, перечень нарушений, за которые предприятия могут оштрафовать, и за любое из этих нарушений предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждого работника, то есть за сведения, о котором мы должны были подать, но, например, либо не включили в общий отчет, либо не подали своевременно, ну, то есть за любое из вот этих нарушений. Здесь еще нужно обратить внимание на то, что законодательством не установлено различие между несвоевременной подачей, сдачей СЗВМ и ее непредоставлениями. В обоих случаях штраф будет одинаковый, то есть если вы опоздали с отчетностью, либо вы не сдали отчетность, с вас снимут 500 рублей за каждого работника, то есть за каждую справку, на которую вы не подали сведения. Если брать налоговый кодекс, то в налоговом кодексе штрафные санкции немного мягче. То есть, например, по 2 НДФЛ аналогичное нарушение, то есть непредоставление или просрочка стоит 200 рублей, то есть дешевле. А за 500 рублей штрафуют лишь за те справки, в которых сведения оказались недостоверными. Ну, естественно, такой ответственности в этом случае можно избежать, если вы ее нашли самостоятельно до того, как налоговые органы у вас ее обнаружили, все исправили, ну и, соответственно, заплатили до начисленной налоги и пенни. Но в прошлом году, с 1 июля, то есть уже больше года назад у нас вступил в силу дополнительный перечень обстоятельств, когда налоговики имеют право считать отправленную им декларацию или расчет непредоставленными, ну, соответственно, со всем комплектом штрафных санкций. Регулируется этот документ федеральный закон ФЗ 374 и пункты, на которые сейчас налоговики стали обращать пристальное внимание и которые могут перевести вашу отчетность в разряд непредоставленный, если камеральная проверка установит хотя бы одно обстоятельство, которое перечислено ниже. То есть, если декларация либо расчет подписан неуполномоченным лицом, если декларация подписана дисквалифицированным физическим лицом и на момент, когда вы составляете и подписываете эту декларацию, срок дисквалификации еще не истек. Следующий пункт это если имеются сведения о смерти подписанта до того, как отчетность была подписана. В отношении руководителя, подписавшего отчет, внесена запись в ИГРЮ о недостоверности. Вот на это обратите внимание, потому что это достаточно распространенная ситуация, когда, например, руководитель поменял паспорт либо по возрасту, либо, например, в связи с вступлением в брак и, соответственно, данные паспортные, которые находятся в распоряжении и налоговых органов в открытом доступе не будут соответствовать тому, что было предоставлено в налоговый орган. В этом случае выносится запись в ИГРЮ о том, что данные о руководителе недостоверны. И потом достаточно трудоемко эту запись изменить, потому что кроме того, необходимо подать документы, подтверждающие, что вот по какой-то причине были изменены данные, нужно дождаться, пока эти данные пройдут в госреестре, и уже только после этого можно будет подавать декларацию или другую отчетность, которую вы хотели отправить. та же самая история, только если в ИГРЮ внесена запись о прекращении действия юридического лица. И соответственно отчетность подписана датой, которая позже этой записи расположена. Вот здесь тоже это дополнительный повод для беспокойства, потому что стоит запросить сведения на текущий момент, потому что в прошлом году например публиковалась статистика, когда 134 тысячи организаций с влаговиками были внесены в списки что-либо недостоверные сведения руководителей, либо о прекращении деятельности юридического лица. И достаточно шумная была компания, когда предприятия оспаривали такие записи. Ну и еще один пункт это если декларация по НДС содержит нарушение контрольных соотношений. Соответственно это происходит если был нарушен порядок заполнения декларации. И вот здесь точно такие же требования содержатся по страховым взносам. Вот здесь к сожалению выросли. Такие ошибки бывают достаточно часто. Особенно если например достаточно большой список сотрудников, то ошибки могут возникать из-за элементарного округления. То есть на это нужно обращать внимание. И чем вот это вот этот новый закон в общем-то очень неприятен тем, что вы узнаете о том, что налоговики посчитали вашу отчетность непредоставленной уже не в момент ее передачи в налоговые органы, не по истечении какого-то фиксированного периода, например, там недели или десяти дней, а тогда, когда налоговая будет проводить камеральную проверку и в ее ходе обнаружится вот какое-то из этих несоответствий. То есть вы можете получить уведомление от налоговой инспекции о том, что вы не предоставили отчетность и через месяц, и через какой-то другой промежуток времени. Ну и соответственно за этот период у вас будут начислены и пение, и штрафные санкции, и соответственно может быть внесена блокировка на расчетные счета, что обычно происходит в самый неподходящий момент. Если вы все-таки на такую попали на штрафные санкции, ну в отношении СЗВМ можно попытаться эти санкции смягчить. То есть вы можете написать пояснительную записку, отправить ее соответствующие органы, что например у вас просрочка составила один день или там незначительный период, что вы впервые допустили такие нарушения и ни сном, ни духом не собирались обмануть родное государство и так далее. Ну то есть по независим от вас причинам. В общем-то принимается СБУ в программном обеспечении. Ну то есть если вы начинаете активно каяться, то штрафные санкции, особенно если это действительно первый раз за какой-то длительный промежуток, в этом случае они могут быть снижены или вообще сняты. Ну особенно если у вас была, например, переплата и после сдачи декларации не возникло недоимки для бюджета. Ну и соответственно если у вас например небольшое предприятие, а сумма штрафа получается существенная, то можно апеллировать к тому, что штраф несоизмерим с оборотами предприятия и так далее. Сейчас мы с вами посмотрим слайдик об изменениях, которые затронули штрафные санкции, которые будут в 23-м году, ну и соответственно как это было сейчас, вот вы видите колоночку, и как будет в 23-м году. Как я уже говорила, за предоставление недостоверных сведений 500 рублей, срок уплаты вот здесь вот у нас будет приятное новшество, как сейчас гаишники делают, то есть срок уплата штрафа сейчас у нас был 10 календарных дней от даты получения требования об оплате, а в следующем году в течение 20 календарных дней от даты получения требования то есть во-первых срок увеличен, а во-вторых если вы укладываетесь в этот срок, то есть вы платите штраф раньше, чем закончатся эти 20 дней, то у вас штрафные санкции на 50% уменьшаются, сейчас такого в налоговых и в небюджетных фондах не было предусмотрено. Ну и соответственно отмена штрафов, то есть вы можете быть освобождены от ответственности в том случае, если вы самостоятельно подали сведения в течение пяти рабочих дней. Ну и если самостоятельно выявили ошибки до того, как их обнаружили фонды или налоговая инспекция, вы можете подать уточненную декларацию или уточненный расчет. Единственное, о чем в этом случае нужно помнить, что уплатить доначисленные налоги или взносы нужно до того, как вы подадите уточненку. Теперь мы с вами вот еще о чем поговорим. То есть про форму СЗВ. Сейчас она является ежемесячной и подаем ее в пенсионный фонд до 15 числа следующего месяца. Сдавать эту форму обязаны все организации и ИП, у которых есть наемные работники или гражданско-правовые договора с физлицами. Для айпистов, если у него в штате нет работников или лиц, с которыми он заключил договора ГПХ, то за себя он форму СЗВ не подает. То есть вы видите вот на схемке в каком случае нужно заполнять форму СЗВ. То есть вы видите, что если в отчетном периоде были заключены или продолжают например действовать или люди уволены уже к моменту отчетности, но работали. Ну и соответственно это могли быть трудовые договора, ГПХ договора, исключительные права на произведения науки, издательские сборы. Ну то есть вот вы видите перечень договоров, которые если ваше предприятие применяло, то в этом случае вы должны подавать СЗВ. В новый объединенный фонд будет подаваться отчет, как я уже говорила, который аккумулирует сведения, которые мы подавали в разных отчетах. И соответственно в разных отчетах была указана разная информация. То есть допустим СЗВ-стаж это дата приема увольнения работников, 4 ФСС это страхование от нечастных случаев. Ну то есть отчет, новый отчет будет включать в себя данные СНИЛС и фамилия имя отчества, то есть то, что во всех отчетах фигурировало, периоды работы, то есть соответственно в том числе те, которые включаются в стаж, либо например подают право на досрочное назначение пенсии или повышенной пенсии, сейчас это у нас форма была СЗВ-стаж, сведения о трудовой деятельности, то есть СЗВ-ТД или трудовые книжки, вот еще одно новшество даты заключения и прекращения договоров ГПХ, дополнительные взносы на накопительную пенсию, обратите внимание, я уже говорила, именно уплаченные, то есть те, которые были уплачены, ну и соответственно другие сведения для начисления пенсии и других видах страхового обеспечения, то есть фактически у нас получается новый отчет, который аккумулирует в себе реквизиты, которые указывались во всех этих документах, во всех этих отчетах, периоды работы и условия, если они имеются в этих договорах. Здесь, как вы видите, есть очень непривычный для нас момент, то есть мы подавали разные отчеты и в разные сроки, сейчас будет один отчет, который разбит на разные части, и у каждой части свой срок сдачи. То есть, например, если мы с СЗВТД, когда принимаем человека на работу, задаем не позднее следующего дня после оформления договора, то по остальным кадровым перестановкам, то есть, например, кадровое перемещение и так далее, то мы должны будем подать до 20-го числа следующего месяца. 4 ФСС, так же, как есть, так же останется, то есть, он будет ежеквартальным, а СЗВС-стаж будет раз в год сдаваться. И то только в том случае, если у вас будут работники, которые по условиям труда должны выйти на досрочную пенсию, например, то есть, фактически, отчет у нас остается один, а вот сроки подачи получаются разные, несколько раз придется подавать один и тот же отчет, с разными данными. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание, это, собственно говоря, релиз программы. То есть, мы сейчас с вами смотрим, я сейчас переключусь на демо-базу, так, и вот у нас есть пиктограммка, по этой пиктограммке вы можете проверить свой релиз, какая у вас стоит конфигурация, смотрим мы на конфигурации 2, 5, 8, это не самый последний релиз, то есть, у меня 64, сейчас уже вышел 284, но, тем не менее, почему это важно, потому что, во-первых, в последних релизах включены уже новые формы отчетности, соответственно, адаптированные к изменениям, которые в законодательстве произошли, ну, и, во-вторых, вы можете посмотреть, есть смысл вам обновлять, или у вас, например, вот, вы сегодня обновили, у вас стоит новая отчетность, а следующая регламентированная отчетность планируется, не планируется в следующем обновлении, как посмотреть обновление, это мы закрываем с вами и снова вернемся к слайдикам, то есть есть несколько вариаций, как посмотреть, нужно вам срочно хвататься за обновление, бежать, мучить своего айтишника или обслуживающую компанию, практически все предприятия, которые работают с 1С, с программами семейства 1С, имеют подписку на ИТС, то есть информационно-технологическое сопровождение, что дает вам возможность работать с официальными сайтами 1С, и там можно посмотреть информацию, то есть я вот выделила вам красной рамочкой адрес официального сайта, где можно посмотреть, какие у вас, какой стоит у вас релиз, и соответственно, вот, которые указаны, что они вышли с конкретной даты, ну, то есть вы видите даты. Сейчас мы с вами снова вернемся в демо-конфигурацию, посмотреть вот то, что я вам сейчас на слайдике показывала, мы можем несколькими способами, самый простой, то есть мы посмотрели, что у нас конфигурация, например, уже не очень новая, и хотим проверить, какие есть последние релизы, и вошло туда какое-то изменение, которое вас интересует или нет, то есть на закладочке начальная страница у нас есть раздел новости, и, соответственно, здесь мы можем посмотреть последние версии, то есть перейти вот в такое окошечко, и перейти по этой ссылке, то есть посмотреть, что из этого получится, сейчас мы это сделаем, а я пока переключусь к слайдам, и то же самое, что мы сейчас с вами сделали, покажу на слайдиках, потому что здесь, так сказать, застывший момент, может быть, кому-то легче воспринимать графическое отображение информации, то есть мы переходим с начальной страницы в раздел новостей, и смотрим, какие у нас выходили обновления, попадаем с вами вот на этом слайдике показано для перехода гиперссылка, и после того, как мы на нее наступили, здесь, к сожалению, у меня долго открывается, тогда посмотрим по слайдикам, мы с вами переходим на официальный сайт 1С, и, соответственно, в зависимости от того, какая конфигурация, то есть мы с вами смотрели обновление ERP, будут сведения про эту программу, то есть все, что у нее планируется на ближайшее будущее, и дальше табличка с описанием релиза, что когда он вышел, какие релизы можно обновить без дополнительных каких-то действий, и, собственно, что там было. Хочу обратить ваше внимание, но, скорее всего, с этим уже все давно столкнулись, то есть теперь диски ETS вам обслуживающая компания не приносит, потому что вы можете все посмотреть в онлайне через интернет. ну и второй момент, то есть мы можем посмотреть, если сейчас снова переключимся на демо-версию, то есть мы с вами смотрели, что будет, если мы перейдем вот по этой гиперссылке, но у нас еще есть и внизу ссылочка вот все новости. Если мы переходим через эту ссылку, снова переключаемся на слайдике, то мы попадаем с вами в новостной центр, где можно посмотреть, ну, во-первых, все новости, когда, что происходило, та же самая заставка, которую мы раньше видели, какой последний релиз, перейти в этот релиз, и что еще очень ну, как бы здесь ценно, это здесь указаны дополнительные семинары, лекции, и так далее. 1С лекторий онлайн, то есть это официальные представители компании разработчик 1С дают какие-то дополнительные дополнительную информацию, новости именно по темам, которые здесь указаны, которые в принципе связаны с последними законодательными изменениями, поскольку это как бы фирма разработчик, то информация отдается очень грамотно, лаконично, но в принципе самый, скажем так, высококачественный формат, который можно найти. Итак, мы с вами сейчас снова вернемся в демо-версию, и итог, значит, что у нас с вами получается по поводу изменения, которые будут связаны с объединением фондов. То есть отчетность у нас остается знакомая, будет другая регламентная форма, сведения мы туда подаем все те же самые, что подаем и сейчас, но отчет будет один, то есть форма отчета будет одна, но подавать мы ее будем должны несколько раз в разные сроки. В принципе, чем-то это напоминает то, что действовало достаточно давно уже, может, кто-то помнит, единый социальный наук СН тоже подавался одним отчетом. На что обратить особое внимание это на сведения, которые размещены в ЕГРЮ и о вашем предприятии и о ваших руководителях, то есть паспортные данные, чтобы, допустим, дата назначения директора не оказалась позже, чем декларации, которую вы подаете, чтобы его паспортные данные соответствовали тому, что у него сейчас имеется, то есть если паспорт менялся, сведения в ЕГРЮ должны быть поданы. Обратите внимание на то, что налоговики могут не принять вашу отчетность именно из-за того, что будут обнаружены такие ошибки, что штрафы увеличились, но мы их можем снизить на 50%, если уложимся с оплатой в отведенный срок 20 дней. Это новшества, которые у нас будут действовать в 2023 году и соответственно в 2023 году у нас еще одна неприятность это единый налоговый платеж. То есть это с одной стороны экономит время на том, что у вас сокращается время на подготовку платежек, то есть вместо 5-6 платежек мы делаем одну, но при этом добавляется еще один документ, который мы обязаны подавать налоговую инспекцию, это уведомление о начисленных страховых взносах. Ну и соответственно персонифицированный учет. И еще одно новшество, на которое стоит обратить внимание, что с нового года сейчас с 1 июля в экспериментальном порядке только в четырех регионах у нас введена автоматическая упрощенка АУСН. Соответственно со следующего года это уже будет возможно не экспериментально, а соответственно если вы применяете автоматическую упрощенку, там меняются размеры взносов, то есть размеры страховых взносов и нужно быть очень внимательны именно с тем, что если вы применяете автоматическую упрощенку, нужно обратить внимание на отчетность, которая у вас будет в объединенный фонд и в общем-то очень внимательно проверить все регистрационные данные. Проверить регистрационные данные мы можем напрямую из программы сверка из ЕГРЮ или через личные кабинеты. То есть это то, что мы с вами посмотрели более подробно и более внимательно. Обратите внимание на личный кабинет ФСС, их там два, один для больничных листов, один для общий личный кабинет и соответственно если это требуется, если вы еще его не зарегистрировали, уточните нужно ли им подавать отдельное заявление на то, чтобы использовать личный кабинет. Ну вот в общем-то если брать коротко это резюме то, о чем мы говорили и еще один момент, который мне хотелось бы вам показать это отчетность по регламентированным отчетам, то есть раздел регламентированные отчеты, почему я сюда возвращаюсь, потому что такие вопросы были и я сразу хотела бы их предупредить, то есть когда мы с вами переходим в журнал регламентированных отчетов, которые мы отправляем и сдаем, может оказаться, что например здесь когда мы нажимаем кнопочку создать у нас открывается список отчетности, которую мы можем формировать и бывает так, что в этом списке нет какого-то нужного вам отчета, то есть вы не можете его в этом списке обнаружить. Вот в этом случае сейчас программа подумает, вот в этом случае нужно проверить общий список отчетностей, потому что когда при создании мы видим перечень отчетности, это та отчетность, которая нами уже составлялась, подавалась, ну то есть та отчетность, с которой мы работали. Вот. Видите, у нас есть закладочка избранная и есть закладочка все, то есть на закладочке избранная отображается отчетность, с которой вы уже работали, то есть которую вы подавали, а на закладочке все содержится структурированная, ну в принципе видите по разделам структурированная отчетность, если мы по плющику открываем, то вот мы видим все, что тут содержится. То есть соответственно если мы открываем фонды, то вот у нас тут вся отчетность, которую мы подавали в фонды. Ну, соответственно, если у нас было РСВ, то оно у нас, соответственно, было в разделе налоговая отчетность, расчет по страховым взносам. Значит, для того, чтобы его перенести в избранное, достаточно либо нажать выбрать, либо можно вот таким образом кнопочку, звездочку поставить. И тогда ваша закладочка избранная добавляется нужной формы. Ну, соответственно, здесь я сейчас не буду заполнять. И обратите еще внимание, поскольку у нас в этом году менялось достаточно много было изменений по формам, то подсказка, кто сдает и какая редакция. То есть я сейчас выберу на АБУМ любую свою организацию. Ну, соответственно, у меня сейчас будет уже 9 месяцев 22 года. Подсказочка, до которого времени я должна ее сделать, чтобы я проверила, а вдруг я не должна. Ну и, соответственно, какая форма действует сейчас. Сейчас и хронология. То есть если мне нужно будет подать уточненную отчетность за какой-то прошлый период, я могу по изменению законодательства посмотреть, какая форма действовала на тот период, когда мне нужно уточниться. И, соответственно, сама форма формируется. Здесь у нас все штатно. И видите, программа ругается, что, извините, проверьте обновление, у вас не самый последний релиз. У нас действительно демо-версия установлена, не самый последний релиз. С совершенно конкретными намерениями, чтобы можно было показать разницу между релизами, что включено, что не включено. И в некоторых случаях чуть-чуть изменился интерфейс. И вам, если это, например, прошлый период, нужно поставить вот здесь флажочек. Так, ну, наверное, вот это основное то, что мы хотели вам рассказать. Я сейчас снова вернусь в наши слайдики и вернусь к титульному листу для того, чтобы мы могли еще раз посмотреть. То есть я хотела бы обратить ваше внимание на наши контакты. Электронная почта, телефон, адрес сайта. Я хочу сказать, что если кому-то не хватило времени, что не успели вы, например, сегодня посмотреть нашу встречу или, допустим, время для вас оказалось неудобным, то через некоторое время мы выкладываем записи наших вебинаров и приглашаем вас посмотреть наш сайт, посмотреть эти записи, если у вас не получилось, так сказать, в онлайне. Ну, и, соответственно, предложить свои услуги в любом качестве всего, что касается семейства 1С. То есть это могут быть и вопросы какие-то, и продажа, установка, сопровождение, доработки. Ну, то есть весь спектр услуг, которые касаются программ семейства 1С. Будем рады оказаться вам полезными. Приглашаем посетить наш сайт. И если какие-то вопросы у вас возникли, обращайтесь. Наши консультанты с удовольствием вам помогут, ответят и все, что возможно для вас сделают. На этом хочу поблагодарить вас за внимание, за время, которое вы для нас уделили. На этом компания Кодерлайн заканчивает встречу. Огромное вам спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok